Поднимаемся на гору Дедвели. Высота 2720 метров и нам предстоит 900 метров набора высоты. Ну а справа и слева шикарные новые трассы горнолыжные. Поднимемся, наверное, часам к 7 туда. Уже когда похолодает и солнце будет захотеть. Ну а туда вид, конечно, бомбический. Снимем. Подъем очень крутой. Уже весь мокрый. Трамвайчики идут. Тут три дороги. И надо будет еще обязательно на соседние горы сходить завтра. Все вершины покорить по-курьянски. Вот заканчивается первая канатная дорога. Вагончики по ним ездят. А это вот уже вторая канатная дорога. Но она сейчас выключена. Видно, клиентов нету. Только на первый этаж поднимают. Тут вот еще на машинках спускаются. Спуск на машинках 20 лар. А вот эта вот первая канатная дорога, она 10 лар стоит. В 19-м году машинки стоили 10 лар, а канатка стоила 7 лар. Но это было перед коронавирусом. После этого цены влетели в космос. Пока что ровно полтора часа мы в дороге. Уже вид классный открывается. Вот водоем создали. Видимо, для того, чтобы зимой искусственный снег создавать на горнолыжных трассах, если не выпадет свой снег натуральный. А погода портится. Вот. Это вторая канатка здесь заканчивается. А дальше трамвайчик поднимается вот на эту точку. Максимальная точка. Ну и вот градиент подъема. Сейчас мы поднимемся. Уже обратная сторона будет видна. Очень холодно. Мало нам осталось. Вот, значит, точка второй канатки. И вот где скала, сейчас я вот в центре, там уже трамвайчик. Это высшая точка. 2720 метров. Вот прямо КПП. Там пограничники стоят. Хотя границы нету никакой. И вот эта дорога, вот я сейчас покажу. Внизу как раз КАМАЗы сейчас шумят. Эта дорога на озеро Табасхури идет. Она из Бакуриани идет в Ахалкалаки. Один раз я по этой дороге проезжал. До макушки нормальная. После КПП. Очень ушатанная дорога. А прямо Цехизжевари деревня. Великолепная. Вот в райском местечке находится деревня. И там такие леса шикарные. Ну и сейчас я покажу круговое. Чтобы так вот было видно одним кадром, где Бакуриани. Бакуриани вот с этой стороны остался. И погода реально портится. Вон какие тучи. Мы дошли до верхней точки второй канатной дороги. Отсюда бомбический вид открывается. Это озеро искусственное. Водосборник виден. Где это озеро, там начало, по сути дела, второй канатной дороги. Вот машинки, трасса машинок, которые спускаются. И сейчас я вот покажу. Вот в центре кадра. Это начало подъема. Оттуда поднимается первая канатная дорога. У нас ушло почти два часа. Час пятьдесят пять. На подъем. Ну с остановочками. С чувством, с толком, с расстановкой. Тут еще, когда мы поднимались, этот экскаватор работал. Потом машина спускалась вниз. Видно, рабочего забрали, экскаваторчика. Повезли вниз. Тут чуть-чуть осталось до макушки, но вряд ли будем подниматься. Тяжелый подъем, хоть и небольшой. А это трамвайчик. Ох, какое эхо. Вот он желтенький. Который поднимается по этим рельсам. Вот его тросы тянут наверх. Последний участок, самый короткий, самый ответственный. Там уже туман. Из трех подъемников, поднимающих на вершину людей, работал только первый. Но цена проезда 10 лар на человека на каждом подъемнике. Иными словами, чтобы подняться на вершину, нужно заплатить 30 лар за человека 10 евро. Вот мы в данный момент проезжаем над искусственным озером. За 30 лар из Тбилиси на маршрутке можно доехать до Покурьяни и вернуться обратно. Но спуск является уже бесплатным. Если поднялся пешком в гору, то можешь обратно спуститься абсолютно бесплатно. Можно сказать, приз покорителя вершины. Сами не ожидали, что оказывается, вокруг этого озера есть дорожка прогулочная. А трасса машинок, на которых можно покататься, стоит 20 лар с человека за один спуск. И начало ее в конце первой линии подъемников.